Новости продолжают эфир. Канал А24КЗ. В студии работают Хасан Исраилов и Вера Захарчук. Здравствуйте. В эти минуты в Риме проходит встреча главы государства с президентом Италии. Напомню, сегодня начался официальный визит Касанжумарта Тукаева в южноевропейскую страну. Телеграм-канал Акарде опубликовал видео встречи президента Казахстана в сопровождении мотоотряда. Президентский кортеж проехал по главным улицам Рима и направился в Каверинальский дворец резиденцию Серджио Мотореллы. В рамках визита перспективы торгово-экономического развития двух стран Касанжумарта Тукаев обсудит и с премьер-министром Джорджи Мелони. В сегодняшнем графике президента запланирована и встреча с капитаном итальянского бизнеса, а также инвестиционный круглый стол. Также у главы государства запланированы и переговоры в штаб-квартирах продовольственных организаций Италии. Тимур Саппар с подробностями предстоящих встреч. На первый план стороны намерены вынести в первую очередь торгово-экономическое сотрудничество. По итогам прошлого года товарооборот превысил 15 миллиардов долларов. Казахстан предлагает Италии нефть, металлы и пшеницу. Италия свои лекарства, техническое и промышленное оборудование. Перспективы касаются в том числе углеводородов, энергетики, сельского хозяйства. В том числе страны интересуют партнерство в развитии инфраструктуры, логистики и транспорта. Тут акцент на так называемый средний и ближневосточный коридоры. Казахстан, как лидер Центрально-Азиатского региона, сейчас выходит на новый уровень сотрудничества с Европейским Союзом. А Италия, напомню, третья экономика еврозоны. Кроме того, Италия стабильно входит в пятерку крупнейших инвесторов из ЕС в экономику Казахстана. За последние 18 лет в нашу страну привлекли больше 7 миллиардов долларов итальянских средств. Сегодня в нашей стране работают больше 300 компаний с участием итальянского капитала. К слову, наша страна готова увеличить экспорт продукции в Италию по 110 товарным позициям. Без малого на миллиард долларов в ответ. Италия готова поделиться опытом в развитии креативной индустрии. Интеллектуальный контент и товар здесь приносят в экономику страны. 47 миллиардов евро – самый большой показатель в Европе. Это больше 6% от ВВП. В Казахстане пока доля креативной индустрии меньше 1%, но к 2025-му по поручению президента ее должны довести до 5% от ВВП страны. Говорить о сотрудничестве в экономике и бизнесе Кацым Жумар-Тукаев будет сегодня и на полях инвестиционного круглого стола. Казахстан – Италия, где встретятся с руководителями крупных итальянских компаний. Завтра у главы государства запланирована аудиенция у Папы Римского, Франциска и визит в штаб-квартиры продовольственной и сельскохозяйственной организации, ФАО и Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций. Тимур Сапар, Бахатбек Нуртаев, Ерлан Урызбаев, Алмас Умаргалеев, Эльдар Имангазе, Риадшуни при поддержке телерадиокомплекса президента 24КЗ из Рима. 69 миллиардов тенге вложили итальянские инвесторы в зеленую энергетику Ак-Тюбинской области. На территории Каргалинского района установили 23 ветротурбины. Общей мощностью 96 мегаватт. Это первый в области проект по использованию возобновляемых источников энергии и турбины. Крупнейший в стране как по размеру, так и по мощности. В целом вся вырабатываемая данными ветротурбинами энергия, она способна обеспечить порядка 37 тысяч домохозяйств. Вся данная энергия, она передается в энергораспределяющие компании. Согласно закону об энергетике, Италия поставляется уже для нужды как и населения, так и предприятия в области. Ярким примером экономических отношений Италии и Казахстана можно назвать и проект совместного производства сельскохозяйственной техники в Кустанай. Двустороннее соглашение было подписано еще в марте 2021 года. Итальянскую транснациональную компанию заинтересовал инвестиционный климат нашей страны и производственный потенциал. В прошлом году Кустанайский завод выпустил 250 машин под маркой, сделанных в Казахстане совместно с Италией. Качественная техника европейского стандарта пользуется спросом у потребителей. Благодаря реализованному проекту была увеличена локализация производства в сфере сельскохозяйственной техники. Также была расширена номенклатура выпускаемой продукции. Кроме того, в рамках данного проекта было создано порядка 50 рабочих мест. Отечественные специалисты в сфере машиностроения обменивались опытом с иностранными партнерами, которые в свою очередь передали высокие компетенции. К другим темам. Сенаторы обеспокоены состоянием водных объектов страны. Уже три года в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях продолжается маловодный период. Из-за этого площади сенокосов сократились с 80 до 30%. Это негативно отражается на качестве земель, нерести, рыбы и заготовки кормов. Сенатор Ярнур Айткенов предложил увеличить емкость шульбинского водохранилища и реконструировать канал имени Садпаева. Это поможет обеспечить в должном объеме нужды промышленности и сельского хозяйства. Соответствующий запрос депутаты направили премьеру-министру Алихану Смаилову. Казахстанские эксперты недовольны проектом. Строительного кодекса. По их словам, документ, поступивший на рассмотрение в мажорист, подготовлен в спешке. Его необходимо отправить на доработку в правительство. Что не так в законопроекте, изучила Сабина Рахимбай. Документ, изначально призванный систематизировать строительную отрасль, наоборот, может усугубить ситуацию. Так считают отечественные эксперты. По их словам, в новом строительном кодексе они ожидали увидеть четкие алгоритмы решения главных проблем сферы. Однако на деле новелла не отвечает требованиям времени, говорят специалисты. Закон о долевом участии, об индивидуальном жилищном строительстве. И еще закон о саморегулировании. И закон об административно-территориальном развитии тоже отражение взяло в этом законе. И закон получился из 205 статей. Когда президент наш ставил задачу в своем послании, он наоборот говорил упорядочить вот эту бессистемную нашу нормативно-правовую базу строительства. То есть упорядочить надо было. Цель кодекса должна была быть эта. И по нашему мнению, кодекс получился наоборот, все это запутал. Они за полгода буквально в опухах разработали такой закон. Мы хотим, чтобы его вернули на переработку. Обеспокоены представители отрасли и тем, что новый кодекс приведет к открытой монополизации строительного рынка. Если ранее экспертизами занимались частные организации, то теперь будет утвержден госорган. Самое главное, нет изменений в системе лицензирования, которая остается сейчас в местных исполнительных органах. Аккредитация же остается в уполномоченной органе. К чему привела такая система, мы видим по многочисленным объявлениям на сайтах по продаже лицензии, аккредитации, аттестации, которые стали выпусаться на информационных ресурсах госоргана за один день. Можно за полдня получить аккредитацию, можно купить лицензию первой категории 200-300 тысяч. В свою очередь в профильных ведомствах говорят, что в мае и июне прошлого года прошло активное обсуждение проекта кодекса во всех регионах Казахстана. Не раз привлекались отраслевые ассоциации и эксперты. Замечания и предложения были услышаны и приняты в работу. Нам поступило порядка 180 предложений. Сравнительно, кажется, официально поступило на министерство. В ходе рассмотрения первоначального этапа были поддержаны порядка 34 предложений. В том числе, помимо этого, около 20-23 предложений были поддержаны частично, то есть совместно с ними выработаны отдельные формулировки этих правовых норм, которым они предоставлялись. Конституально сказать, что в тех, которых не поддержано, есть какие-то предложения, которые изменили бы непосредственно подход либо формирования правовых норм в проекте строительного кодекса. К сожалению, таких фактов мы не усмотрели. Между тем, на днях документ принял в работу профильный комитет Мажелиса. Там будут обсуждать не только нормы, которые уже есть в проекте, но и новые предложения. Если депутаты прислушаются к экспертному сообществу, не исключено, что кодекс отправят на доработку в правительство. Сабин Архимбай, Айбек Акшалаков, 24КИЗ. Повышение ставки налога на добавленную стоимость с 12 до 16% снизит рентабельность казахстанского производственного сектора и сделает ее неконкурентно способной, считают эксперты. Проект нового налогового кодекса сегодня обсуждали в Мажелесе. Напомню, дополнения и изменения вступят в силу с января текущего года. Наша страна по-прежнему зависит от импорта, и рост НДС отразится на стоимости многих товаров. Кроме того, есть риски, что часть бизнеса уйдет в тень. Сегодня только 5% из 2 миллионов субъектов бизнеса в Казахстане занимаются производством. Для них нужны дополнительные преференции, считают нацпалате предпринимателей. Мы предлагаем сейчас обязательно предусмотреть в новом налоговом кодексе вычеты, дополнительные вычеты в НДС в размере 70%, 50%, так как это сейчас действует в действующем налоговом кодексе для предприятий, для сельхозпродукций. Должен быть такой же режим, который в конечном итоге позволит сократить эту ставку НДС для обрабатывающих секторов и довести ее до 8%, для социально значимых услуг до 4%. Был у нас депутатский запрос, когда мы говорили, что нужно упростить, поскольку вот это налоговое время сегодня загоняет в тень представителей бизнеса. Чтобы их вывезти из тени, мы тоже предложили снизить налог, сделать единый налог с оборота и установить его в размере 5-3%. Там можно обсуждать. Мы считаем, что здесь количество как раз сыграет в пользу. Когда они выйдут из тени, они будут работать в легальном поле. А в США налоговая служба объявила 29 января официальной датой начала налогового сезона. С этого дня агентство начнет принимать и обрабатывать декларации за прошлый год. Ожидается, что до 15 апреля будут поданы более 128 миллионов заявлений. О налоговой системе в США в материале Айжан Садыковой. Налоговая система США является трехступенчатой. Она действует на федеральном, штатном и местном уровнях. На каждом предусмотрены свои полномочия взимать платежи. Их список довольно внушительный. Основные – это налог на прибыль физических лиц, корпоративные, на социальное страхование и потребительские. Каждый штат имеет собственную систему, отличающуюся от других регионов. При этом федеральное правительство не имеет права вмешиваться в региональную юрисдикцию налогообложения. Действует принцип параллельности, поэтому один доход может облагаться как на общих основаниях, так и локально. В структуре поступлений в бюджет большую часть занимает подоходный налог для физических лиц. В зависимости от штата его ставка составляет до 13,3%. Самый высокий в Калифорнии. Девять штатов не взимают ИПН, в том числе Аляска и Невада. На федеральном уровне подоходный налог исчисляется в зависимости от суммы годового дохода по прогрессивной ставке от 10 до 37%. Нерезиденты также облагаются налогом на доход, если он получен или связан с торговлей и бизнесом в США. Весомым источником региональных доходов является налог с продаж, аналог НДС. Он взимается в 46 штатах. Его ставка варьируется почти до 10%. При этом потребительский налог не указывается на ценниках, а включается к стоимости товара уже на кассе. В этом году налоговое управление США поэтапно внедряет новый пилотный проект прямого электронного документа оборота. Граждане теперь смогут подавать свои декларации за 2023 год онлайн непосредственно в само агентство. В целом разобраться в нюансах налогобожения самостоятельно довольно сложно. И многие американцы при сдаче заявлений прибегают к помощи специалистов. Как гражданин я считаю, что все несут ответственность за оплату налогов. Отсюда берутся наши дороги, пожарная часть школы. Я обычно вовремя плачу свои налоги, но делаю это не самостоятельно, так как это немного сложно, поэтому плачу специалистам, чтобы они сдали за меня. Да, я плачу налоги. Я считаю, что это хорошо, ведь они помогают со школами, дорогами и бизнесу. Я плачу свои налоги вовремя и пользуюсь услугами бухгалтера. Уклонение от уплаты налогов в США – серьезное преступление. Наказанием за него может стать арест имущества или даже тюремное заключение. Также в Соединенных Штатах действует специальный налоговый суд. Он рассматривает судебные споры по искам юридических и физических лиц к налоговым органам, а также дела по обвинению в уклонении от уплаты платежей. Айжан Садыкова, 24КЗ, из США. Сейчас для общества важно качество и содержание отечественных сериалов. Об этом сообщил государственный советник сегодня во время встречи с представителями продакшн-компании, снимающих многосерийные кинопродукты для телеканалов «Казахстан» и «Хабар». В дискуссии принимали участие продюсеры и режиссеры 13-ти компаний. Ирлан Карин отметил, что сейчас индустрия кино развивается на отечественном рынке особенно динамично. Увеличилось количество опытных продакшенов, растет качество телепродуктов, соответственно, растет и аудитория. Влияние сериальных продуктов на общество особенно важно в таких вопросах, как отношение в семье, взаимоуважение, а также приобщение молодежи к образованию и труду. Прививать и формировать эти ценности каждому члену общества – это общая цель и ответственность всех нас, добавил государственный советник. Он также напомнил, что в качестве поддержки креативной индустрии предпринимателям предоставляют налоговые льготы. Эта работа продолжится и в будущем. В Шумкенте открылся самый большой лазерный кинотеатр на 950 зрителей. Современные залы, оснащенные передовыми технологиями, сразу привлекли внимание кинолюбителей. На официальном открытии присутствовали известные казахстанские актеры. О новом уровне культурного развлечения в мегаполисе расскажем в следующем материале. Открытие лазерного кинотеатра стало настоящим праздником. Посетители торгового центра Шумкент-Сити-Мол готовятся окунуться в мир большого кино, радостно наслаждаясь бесплатным попкорном. Яркость событию добавляют популярные актеры. Новый кинокомплекс поражает своими масштабами. Здесь 9 современных залов, оборудованных последними технологиями проецирования и звука. Гости могут наслаждаться широким выбором фильмов, начиная от голливудских блокбастеров до казахстанских новинок. В честь официального открытия премьера уже полюбившегося фильма «Женым Сол 2». Фильм очень веселый, добрый, семейный. Можно просто смело пойти всей семьей в кино и очень круто провести время. Фильмы и комедии созданы для того, чтобы радовать людей и чтобы они выходили с фильмов именно с позитивными мыслями и были счастливы. Удобные кресла, просторные коридоры и стильные лаунж-зоны создают атмосферу, приглашающую погрузиться в мир киноискусства. А для истинных гурманов здесь предусмотрены комфортные зоны. В этом кинотеатре есть наш бренд-ресторан «Ла Коппола». Здесь можно именно в этих кинозалах заказать еду именно в кинозал. Открытие этого лазерного кинотеатра стало настоящим подарком для киноманов. Ведь он теперь самый большой в Шимкенте. Это место обещает стать центром кинематографической жизни города. Катерина Попкова, Нурмахамбек Муратов, Шимкент, 24КЗ. В Павлодаре старшие поколения предупреждают об активизации интернет-мошенников. Пожилым людям рассказали, как не попасться на уловки злоумышленника. Встречу с населением провели представители областного филиала Народной партии Казахстана вместе с сотрудниками полиции в реабилитационном центре «Ардагер». Здесь поправляют здоровье 80 пациентов. Многих не раз пытались ввести в заблуждение посредством интернета. Организаторы мероприятия сообщили им о новых видах интернет-обмана и объяснили, как не стать жертвой цифровых мошенников. Мы считаем, что на постоянной основе нужно проводить такие мероприятия, акции, рассказывать, как защититься от этого. В том числе мы проводим работу с людьми, которые уже стали жертвами мошенничества. По возможности принимаем меры по восстановлению их законных прав. Как в точечном случае, так же и на законодательном уровне мы проводим эту работу. Очень хорошие советы. Я много слышал об этих мошенниках и как старики попадались на их уловки. Правильно, что так внятно все разъясняют об этой напасти. Думаю, надо прислушаться к рекомендациям и не поддаваться на такого рода провокации. Ученые-химики из Караганды знают, как повысить эффективность препаратов от туберкулеза. Они создали наноноситель, который доставляет лекарства непосредственно к поврежденным тканям и клеткам. Тем самым технология позволяет принимать лекарства реже. Исследователи уже получили первые результаты. Марина Золотарева побывала в лаборатории. Расскажет подробности. В таких сферообразных крупицах находится противотуберкулезный препарат и наноносители. Последние настолько малы, что их можно увидеть только через электронный сканирующий микроскоп. Задача наночастиц – снизить побочный эффект и не вызвать привыкания к противотуберкулезному препарату. Его лучше применять ингаляционным путем. Тогда лекарство попадает непосредственно в легкие, а не накапливается в кишечнике. Если же он будет использовать наночастицы, то в течение 24 часов лекарственный препарат будет постепенно высвобождаться. То есть пациент может в сутки один-два раза применять лекарственный препарат. И таким образом у него не будет скачков лекарственного препарата в крови. Наши наночастицы синтезированные мы исследуем на микобактериях туберкулеза. Если мы используем наночастицы в комбинации с антиоксидантами, в течение двух недель могут быть подавлены рост микобактерий туберкулеза. Над улучшением свойства противотуберкулезных лекарств команда ученых работает с 2022 года. В прошлом году к ним присоединился специалист из Гонконга. У иностранного химика собственное исследование макромолекул, которое ученые внедряют в свои разработки, чтобы сделать прием препаратов еще более эффективным. Моя предыдущая работа посвящалась дендримерам. Это макромолекулы. В отличие от наночастиц, они могут целенаправленно транспортировать лекарственные препараты в очаги инфекции в организме. Мы хотим создать комплекс наноносителей и дендримеров, чтобы улучшить свойства лекарства, а также их доставку в пораженные органы. Чтобы начать опытные работы сначала с животными, ученым нужна специальная максимально безопасная лаборатория, потому что туберкулез – заразное инфекционное заболевание. Еще в исследовательскую команду нужно привлечь медиков и биологов. Таких условий у крагандинских химиков нет, поэтому пока они намерены только запатентовать свою разработку. Марина Золотарева, Сайла Уйликов, Зарина Зуупыхар, Краганда, 24КЗ. Один из жителей Мангоставской области. Каждое утро в прямом смысле слово «бежит на работу». Жанрос Сужумабаев живет в селе Воскудук ежедневно, утром и вечером. Мужчина преодолевает 10-километровую дистанцию трусой до работы и обратной. В среднем на это тратит 45 минут. С мангоставовским марафонцем познакомилась Тамара Степанова. Житель Манолинского района Жандос Сужумабаев не тратит время в утренних или вечерних пробках. Для него пробежаться 10 километров до работы не составляет труда. За последние 4 года он ни разу не изменил своему правилу, не останавливает даже плохая погода. Утром я выхожу из дома в 6.37 часов. Стараюсь пораньше. До этого завтракаю, разминаюсь и в путь. 9 часам уже на месте. Сейчас я работаю в Актау, а до этого на месторождении Дунга. В день пробегаю до 35 километров. Я в 10 лет начал заниматься боксом, а вот бег полюбил еще раньше. Он заряжает меня, делает сильнее и выносливее. Жандос предпочитает общественному транспорту или такси свои быстрые ноги. Исключение составляют поездки с семьей. Сегодня он член клуба профессиональных бегунов. Есть и специальный тренер, который консультирует отца 4 детей. Занятия на открытом воздухе проходят три раза в неделю. Поначалу был слишком молноеносным. Ну, как это можно сказать, вечно ему чего-то не хватало. Он был нереально заряжен. И я его как бы пытался направить на путь, чтобы добиться высоких результатов. Он должен научиться бегать медленно. Ни одну тренировку за два с половиной года он не пропустил. Вообще ни одной. Даже бывало, когда у меня по состоянию здоровья не получалось приходить, он меня заменял на тренировку. В течение трех лет Жандос участвовал во всех марафонах, проходивших в Актау. И всегда финишировал в тройке лидеров. Теперь бегун намерен попробовать свои силы и в других городах. Тамара Степанова, Сломат Бекбаев, Мангастауская область, 24 Киезет. Православные казахстанцы готовятся отметить праздник Крещения Господня. На водоемах по всей стране делают проруби, сооружают купели. Подготовительные мероприятия строго контролируют спасателей и врачей. Специалисты научно-исследовательского института профилактической медицины рассказали о противопоказаниях к купанию в проруби. По их словам, не стоит нырять тем, у кого есть сердечно-сосудистые инфекционные заболевания. Это чревато последствиями. Можно получить инфаркт или просто заразить других. Поэтому перед купанием на Крещение эксперты советуют лучше сходить на консультацию к врачу. Если врач даст разрешение, если не будет никаких противопоказаний, конечно, можно купаться. Многие люди просто не знают о своих заболеваниях. Возможно, да. Те, которые знают, возможно, не придают этому значения. Не считают, что это очень важно. Некоторые считают, что после проруби, после купания в проруби могут выздороветься. Вот такое даже понятие есть. Но это очень ошибочное мнение. Поэтому нужно в первую очередь проконсультироваться с врачами. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»